Всем день добрый! Сегодня я расскажу об очень полезном и грамотном моде, который я считаю чуть ли не базовым при игре в ДСТ. На самом деле данный мод это результат объединения двух старых годных модов, которые выполняли несколько разные функции. Теперь все стало немного проще. Было раньше два замечательных мода. Одного звали Global Player Icons, а другого Extended Indicators. Первый позволял видеть иконки остальных игроков на карте, а второй указывал их направление, причем на любом расстоянии. И однажды ребята из мастерской решили, а почему бы не объединить их и не добавить пару интересных штуковин. Так и появился мод Global Positions, который выполнял те же функции, только лучше. Еще обзавелся конфигом и парой интересных плюшек. При стандартных настройках вам видны иконки всех игроков на карте. Когда кто-либо разведывает новую территорию, на вашей карте тоже открывается новая местность, но без пометок расположения валунов, вормполов и всего прочего. Их придется уточнять самому. Это не задумка авторов, а лишь ограничение API. Нельзя просто так взять и сделать на ло все, что хочется. При нажатии Tab, то бишь когда открываем scoreboard, мы видим индикаторы всех игроков. Кому-то это удобнее, чем при использовании Extended Indicators, а кому-то хочется видеть индикаторы постоянно. Для решения таких вопросов и существует конфиг модер. Помимо перечисленного, есть одна забавная штука. Видимость дыма костров. По умолчанию необходимо добавить любой костер уголь, что вызовет столб черного дыма и создаст индикатор с иконкой этого костра для всех игроков. По-моему, очень реалистично. Чтобы убрать индикатор костра, просто кликните по нему правой клавишей мыши. Еще одной особенностью настройки по умолчанию является то, что в режиме Wilderness можно использовать дым костров, а вот иконки индикатора игроков не видны. При отсутствии отображения позиций игроков не делится и открытая карта, но если очень хочется, то это можно изменить в настройках модов. Большую часть настройок устанавливает хост, в то время как гости сервера могут выбрать между постоянным показом индикаторов и их показом при нажатии клавиши Tab. В принципе, это все. Подписывайтесь, удачи в выживании!